Посланница Абсолюта 12 февраля 2023 года Энергетические границы Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как вы можете научиться стирать энергетические границы как между окружающими вас людьми, так и между государствами. Но сначала нужно понять, что собой представляют энергетические границы. У людей это контуры и хауры, или другими словами, их личного энергетического пространства. Это тот самый кокон, в который заключены физическое тело человека и все его тонкие тела. У одних людей он очень плотный, а у других может быть довольно разреженным. Все зависит от уровня вибраций человека. Чем они ниже, тем плотнее его аура. Но по мере повышения его вибраций, аура начинает все больше разряжаться, тем самым увеличивая личное энергетическое пространство человека. При личном общении ауры людей не просто соприкасаются друг с другом, но зачастую происходит их взаимопроникновение. И в зависимости от того, как это происходит, строятся отношения между людьми. Что, например, случается, когда встречаются два человека, чьи вибрации значительно разнятся? У одного из них аура разряженная, чистая, гармоничная, а у другого – плотная, загрязненная астральными сущностями, дисгармоничная. Если они находятся рядом, то астральные сущности второго человека, чувствуя себя неуютно в чистых энергиях первого, начинают делать все возможное для того, чтобы понизить его вибрации. Порой человек и сам не понимает, почему он начинает вести себя агрессивно, вызывающее по отношению к своему собеседнику, который не сделал ему ничего плохого. Он делает это неосознанно, находясь под влиянием сущности нижнего астрала, который воздействует на его сознание, пытаясь им управлять. Если второй человек поддается на такие провокации, то его энергетические границы начинают размываться, создавая бреша в его ауре, через которые проникает не негативная энергия его собеседника, а порой и астральные сущности, их провоцирующие. А в случае возникновения горячих споров, порой переходящих в конфликт, энергетические границы между этими людьми могут стереться окончательно, они уже оказываются в общем энергетическом пространстве, наполненном негативными энергиями. Тонкие тела обоих превращаются в решето, через отверстие которого свободно циркулирует низковибрационные энергии. Если же человек с высоким уровнем вибрации сумеет противостоять нападкам своего собеседника в ответ на его агрессию, посылаемую энергией любви, то он сумеет сохранить в неприкосновенности границы своего энергетического пространства. Оно отразит чужеродные ему энергии, не пропуская их вовнутрь. Но излучаемые им энергии любви, наоборот, способны свободно проникать в плотную ауру другого человека, поскольку в силу ее высочайших вибраций для нее не существует никаких преград. В результате такого облучения любовью энергетическое пространство его собеседника начнет очищаться, избавляясь от сущностей нижнего астрала. В этом случае энергетические границы между этими людьми тоже могут стереться, но результат будет уже совсем другим. Их общее энергетическое пространство сбалансируется, выйдя если не на единый уровень вибраций, то хотя бы на минимальный разрыв между ними. И такое общение этих людей будет проходить в дружеской и доброжелательной атмосфере. Такой механизм энергетического взаимодействия распространяется не только на отдельных людей, но и на целые страны. Но в этом случае взаимодействие будет происходить на уровнях эгрегоров и коллективных сознаний. На этом остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Такой вещей. Сайт Возрождения. И вталия. Продолжение следует...